Честно говоря, пребываю в замешательстве, потому что ту информацию, которую вы озвучили, я узнал много ранее, состоялась еще до этого встреча с Борозой, президентом, который проинформировал. И господин Солана четыре раза говорил, вот во вторник ратифицируем. Но самое главное, что применение договора откладывается на полтора года. Что это означает, простым языком? А что это означает? Это означает то, что Грузия, которая ратифицировала, Молдова, которая ратифицировала, они уже на следующий день, после того, как доставили эти грамоты в Брюссель, они в полной мере имплементируют этот договор. Как мы говорили, почему это соглашение о зоне свободной торговли отличается от других, которых больше 190 соглашений в мире. Мы говорили, это углубленное и всеохоплющее, всеобъемлющее. Вот в этом же и смысл. Это не просто тарифы и нетарифные ограничения. Это регуляторная конвергенция, которая делает нашу экономику, украинскую, наши стандарты совместимые с европейскими. Что сейчас произошло? Сейчас, говоря так, по тарифам, да, мы даем вам какие-то привилегии, но все, что касается стандартов, все, что касается имплементации директив в сельском хозяйстве, в промышленности, в других областях, все это сейчас, как минимум, до 31 декабря 2015 года откладывается. Ну, видимо, россияне надавили так, что нет. Поэтому я хотел бы... Можно я все-таки вот скажу? И поскольку тема вот о Донбассе, когда Ирина говорила, будет донорская конференция и будут инвестиции. То, что сейчас есть, это черная дыра. Ни один инвестор, у которого есть деньги, никогда не рискнет вкладывать деньги в черную дыру. В Донецке сейчас, в Донецкой области заправляют бандиты, террористы, которые вообще не уважают законы. И кто будет инвестировать в регион, где не уважают законы, где управляют бандиты? С оружием в руках. Григорий, ну сейчас нужно говорить не только об инвестициях. Мы, в общем-то, начали с того, что у людей просто нет света элементарного. Правильно. У них урожай, если он у них есть у кого-то. Закончится через месяц. Вопрос в том, что они будут есть в ноябре и чем греться зимой. Мне особенно больно. Открытый микрофон, включайтесь в дискуссию. Я из Донецка. Понимаете, мне долго не нужно рассказывать. В школу мою попал снаряд, я уже говорил об этом. В Донецке, в мирном городе. В Донецке, кто не знает, это миллион населения. Миллион. И когда мы говорим о территории, о специальном статусе, мы должны не говорить о территориях, а о людях, которые там живут. Которые уехали. Архитектор, которого я знаю. Женщина посадила детей своих в машину и уехала просто в Казахстан, потому что там нашла работу. И поэтому, Ирина, я с полным уважением отношусь к тому, что вы констатируете. Но главный сейчас вопрос, который ищут и на который не находят ответа люди, мои земляки там и здесь, в студии. А что нужно сделать для того, чтобы тот кошмар, который там люди переживают, прекратился? Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом.